В этом удивительном мире существует огромное количество живых существ, но некоторые животные на этой планете выглядят значительно более причудливыми и странными, чем другие. Внешний вид большой мягкотелой конторы выходит далеко за рамки привычных представлений о черепахах. Вместо твердого надежного панциря конторе достался мягкий щит и срокшийся ребер, покрытый жесткой кожей и защищающий внутренние органы от повреждений. Но для защиты от хищников этого недостаточно, поэтому 95% своего времени черепаха проводит, зарывшись в грязь или песок, выстояв наружу только нос и глаза. Всего дважды в день мягкотелая контора поднимается на поверхность, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. Все остальное время она проводит в воде пресных водоемов, ручьях и реках со спокойным течением. Акапи Любопытный Акапи выглядит как гибрид зебры и жирафа. Из-за его полосатых задних ног и необычно длинной шеи. Это причудливо выглядящее существо было относительно неизвестно, пока европейские исследователи не обнаружили его на рубеже 20 века. Его исключительно длинный язык используется для мытья век и ушей, что, согласитесь, является довольно удобным. Акапи является эндемиком тропических лесов и Турии в Конго, и из-за лесозаготовок и непрекращающегося политического конфликта в стране, в настоящее время является одним из самых быстро исчезающих животных во всей Африке. Долгопят – единственный в мире по-настоящему плотоядный примат. Это крошечное животное весит всего около 150 граммов. И по его испуганному взгляду точно не скажешь, что он очень проворный хищник, имеет очень острое зрение. Долгопяты способны ловить птиц в полете во время прыжков между деревьями. Этот великолепный зверек в настоящее время встречается в основном в отдаленных островных лесах Юго-Восточной Азии. Аксолотль – это маленькая ходячая амфибия, является одним из самых странных существ на Земле и находится под угрозой исчезновения в дикой природе, хотя она обычно содержится в качестве домашних животных в США, Европе и Австралии. Более известная как мексиканская саламандра, эта уникальная амфибия не подвергается метаморфозам во взрослом возрасте и никогда не развивает легкие, что делает ее непригодной для жизни на суше. В дословном переводе аксолотль переводится как «водяная собака» или «водяное чудовище». Аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в сторону и тремя парами наружных жабр. Голова у аксолотля очень большая и широкая, несоразмерная с телом, рот тоже широкий, а глазки маленькие. Создается впечатление, что личинка все время улыбается. Помимо прочего, эти животные обладают способностью регенерировать утраченную часть тела. Общая длина – до 30 см. Как и все личинки хвостатых земноводных, аксолотли ведут хищный образ жизни. Соленодон. Это причудливо выглядящее животное является одним из самых редких на Земле. И хотя оно невероятно милое, оно тоже невероятно ядовито. Соленодоны на самом деле являются одним из немногих ядовитых млекопитающих, которые все еще существуют и оснащены нейротоксином в своей слюне, которая не отличается от некоторых змей. Длинная мордашка, маленькие глаза и чешуйчатый хвост делают его похожим на землеройку. Это существо куда более странное, чем любая землеройка. Соленодон – ядовитый щели зуб из глубин земли. Животное, которое пережило динозавров. Кальмар-вампир или по-другому адский вампир. Выглядит так же мило в кавычках, как и звучит. И что неудивительно, живет в самых глубоких черных водах самых тропических морей мира. Это поистине реликтовый и единственный современный вид своего отряда, который способен жить на глубине от 400 до 1000 метров, там, где количество растворенного кислорода минимально. Смотря на свое устрашающее и даже пугающее название адский вампир, существо совершенно безобидное. На самом деле этот моллюск ни на кого не нападает, а питается различными органическими отходами, опускающимися с поверхности океана на его самое дно. Неудивительно, что красногубая летучая мышь выглядит так, как будто она постоянно недовольна, если учесть, что ее часто оценивают, как одно из самых уродливых животных на земле. Ведь если бы кто-то назвал нас уродливыми, мы бы тоже редко улыбались. У этой рыбы очень странное лицо. Оно плоское, имеет длинный заостренный нос, а ее губы будто накрашены ярко-красной помадой. Это явление природы обитает в районе Галапагосских островов и в водах Центральной Америки. Она плавает очень медленно, предпочитает ползти по морскому дну, используя свои плавники, как руки или ноги.